Всем привет! Начинаю новый влог, начинаю вы с вечера. У нас вечер, 8 вечера. Я на кухне, и я собираюсь готовить торты. Торты ели на день рождения. Буду готовить два, потому что один будет у нас на основной, вернее, основной. Один будет дома, и один я понесу в этот, в центр развлечения, где я его буду отмечать с своими друзьями в день рождения. Но он будет маленький, потому что друзей будет очень мало. Все в отпусках, и никто прийти не может. А домой побольше, потому что дома у нас и Карина, и папа, и я, и вся семья. И папа любит сладенькое, и все любит сладенькое. Так что вот так. Я буду готовить два торта. Один маленький для детей в этот Тихерланд, и один домой. Значит, будет у меня торт из шоколадного и простого бисквита. Сейчас я сначала простой бисквит приготовлю, а потом попозже, надеюсь, шоколадный. Нужно все успеть, хотя время у нас уже сколько? Без 5-8 вечера. Значит, что мне понадобится? Я буду сразу же в одной форме все смешивать, замешивать, да. Для этого мне понадобится 5 яиц. На 5 яиц у меня будет щепотка соли, 150 граммов сахарного песка, 130 граммов муки, 30 граммов крахмала и чайная ложечка разрыхлителя. Сначала вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и добавляем 150 граммов сахарного песка. И ставлю в миксер и взбиваю прям для такой крутой-крутой пены, для хороших пиков. Вот до такой пены, до таких вот крутых пиков я взбиваю. Оно взбивалось у меня очень быстро. Пока оно у меня взбивалось, я здесь соединила все сухие ингредиенты. Здесь у меня, значит, мука, крахмал и немножко разрыхлителя. Подготовила сразу форму, просто бумагу для выпечки. Я ничем не смазываю, только бумагу и все. Потом покажу, как я доставать буду все. И теперь наши яйца взбитые. Я добавляю порционно муку, просеиваю такими небольшими порциями и аккуратненько вымешиваю тесто. Собственно, вот такое тесто получилось. Оно получается такое воздушное. Немножко, конечно же, осело, но ничего страшного. Обычно беленькое тесто очень-очень хорошо поднимается. И перекладываю форму сначала в маленькую, а потом оставшуюся в большую. И ставлю в разогретую духовочку на 170 градусов и разогреваю примерно. Но я смотрю по времени, 40 минут иногда, как получается. Этот быстро пропекается, быстро поднимается. Но посмотрим, я все время проверяю. Сейчас таймер поставлю на 15 минут, на 20, потом проверю. В общем, всегда смотрю за ним. Сверху у меня противень, чтобы не подгорало. Раньше я еще клала воду вниз, но сейчас что-то перестала класть. Некогда. Маленький бисквит приготовился у меня за 15 минут. Вот такой он малюсенький, но торт сам по себе будет не маленький. Я такой тортик готовила Мишкин на день рождения. Ну и, собственно, второй бисквит, он готовился у меня 25 минут. Они, конечно же, сейчас он упадет чуть-чуть, но это ничего страшного. Потому что, ну, у меня будет еще шоколадный бисквит, но я его буду готовить уже завтра утром, потому что у нас уже поздно. И у меня только, ну, формы не успеют остыть. Вернее, сами бисквиты не успеют остыть. У меня уже там детей, я уже купаю, мне нужно ложить спать. Поэтому вот так. Завтра утром быстренько приготовлю шоколадный. Так, дети у меня спят, но Мишка не очень хорошо спит. Ева рыхнет без задних ног. В общем, я сейчас покажу, как я достаю коржи, да, почему я их не смазываю. Вот так вот я беру ножом, прохожусь. Мишка просыпается. В общем, вот, собственно, мой корж. И я его сейчас в пленочку. Собственно, мои бисквиты. Ну, это маленькие, да, видите, он какой. Прям воздушно-воздушный. Очень вкусный получается. А это такой большой получился. В общем, будет большой торт для домашних. Ну, обрезалась чуть не очень, но ничего. И потом кремом все выровняю, будет все в порядке. И теперь я оставляю их на ночь в холодильник. Ну, а эти маленькие будут у меня еще завтра, когда я буду печь на 2 ночи в холодильник. И буду собирать. Ну, в общем, все буду показывать вам. Потому что много новых подписчиков. И думаю, будет им интересно. Вот рецепт, бисквит, он у меня проверенный. Я вот только его готовлю. И всегда получается обалденно вкусные тортики. Всем доброе утро. Доброе, вроде, да, 7.15 мы проснулись. Хотя спать легла я в 12. Ну, ладно. Мишка проснулся. Так бы я поспала, может, до 9. Но хорошо, что он проснулся. Сейчас мы будем с ним готовить тортик, да. Шоколадный бисквит, вернее, для торта. Я еще не расчесывалась, еще не умывалась. Вот губы только блеском помазала, и все. Губы как будто бы накачала, да. Но это видно из-за жары, они у меня такие-то припухли. У меня свои. Натурель. Вот. Сейчас время без 15.8. Я уже пропылесосила. Представляете? И буду готовить. Мишка тут у меня вот. Наше любимое занятие – это разбирать посудомоечную машину. Будем готовить шоколадный бисквит. Ева еще спит, кстати, наша именинница. Но с день рождения у нее завтра. Завтра будет в кругу семьи. А послезавтра уже с друзьями ее. Так, нам понадобится 5 яиц. На 5 яиц, значит, нам нужно будет щепотка соли, 150 грамм муки. Я пропишу, сколько нужно ингредиентов на одно яйцо. Там нужно просто умножать, и получается конечное это. Ну и сколько я тоже использовала, я напишу. Так, в общем, 150 грамм сахарного песка. А здесь я уже подготовила вчера. Я думала, что вчера буду делать. В общем, здесь у меня сухие ингредиенты. 80 грамм муки, 50 грамм какао и 30 грамм крахмала. А, и чайная ложка разрыхлителя. Это записки сумасшедшие. Видите, мои таблицы. Вот сколько нужно на одно яйцо на шоколадный бисквит. Вот. Сколько нужно на одно яйцо на обычный бисквит. Это Ева Матлеева, зайчиков тут всяких. Видите, я тут я так писала. Вот все. Такая моя книга поварская. Мои рецепки вот какие-то. Так, вот видите, Ева тут у меня. Тут много рецептиков на самом деле. Ну как много? Ну хватает. Нужно еще написать. Мне там есть сохраненный. В инстаграме сохраняю, поэтому переписываем. Все то же самое, как и с белым бисквитом. Сначала мы вбиваем яйца. Он может достать. Сейчас мама тебе не даст. Там нож, Миша. Там нельзя тебе брать. Все ходят. Что думаешь, через слезы все добьешься? Нет. Сам доставай. Гигра игрушки. Щепотка соли и 150 грамм сахарного песка. И все, ставим в миксер. Все, 3 минуты и готово. Ну ладно, 4. Но если у вас не такой миксер, да, а такой простой, знаете, погружной и не слишком мощный, то сбивать нужно будет примерно 10 минут. Я раньше, конечно, мучилась. У меня будет простой. Я все время психовала. Ну как психовала? Стоишь 10 минут, да, это тоже время. И держать его, да, и потом уже говорю, так, мне нужна такая машинка кухонная. Потом он мне купил такой агрегат. И все, стало им счастье. Ну и теперь все, как в прошлый раз. Сейчас вводим наши сухие ингредиенты порционно и аккуратно перемешиваем. Шоколадный бисквит, он уже будет, ну, тесто, оно будет уже не такое пышное, потому что из-за какао оно усядет. Но ничего страшного. Вот такой он получается, насыщенный шоколадный. И перекладываем теперь все в форму. Мишка уже капризулик, рано встал. Сейчас пойду его кормить. Ну не едой, не едой особо. Эй, не едя, кусь-кусь, бобо. Нет, 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 опасно. Отправляю в духовку. Ну опять буду смотреть, сколько, как получится по времени. Тоже на 170. Все, я пошла. Готовы мои бисквиты. Это, конечно, маленькие я успела достать вовремя. 15 минут он готовился. А этот я немножко передержала, потому что Мишка был на руках. И я выключила плиту-то. Но он остался там, и он такой, ну, суховатый получился. Придется пропитывать его, наверное. Ну посмотрим. Вот такой бисквит получился. Но это маленький. Видите, какой он классный получился. Прям такой воздушный. Сейчас в пленку и в холодильник. И большой также. Ну большой я думала, что будет прям... Нет, он тоже такой вот. Тоже влажненький внутри. Сейчас под пленочкой побудет в холодильнике и нормально. Всем привет из Турции. У нас на улице плюс 30. Но, мне кажется, побольше на солнышке. Это я когда из этого... С подъезда вышла. Знаете, такое сразу... Как и в этом... Ну, в жарких странах такое, знаете, пекло, духота. В общем, мы не в Турции, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Скорее всего, к сожалению. Вот. В общем, я собралась. И все в мыле. И мы пошли с Мишкой в торговый центр. Я пришла к подружке в гости. Ну, и хорошо, что она пошла к подружке в гости. Потому что я хочу ей купить открытку. Потом мне надо купить бумагу для обертывания подарков. В общем, вот. Свечку на торт. Ну, такое там по мелочи. Мне нужно купить еще подарки детям. Да, тут принято деткам подарки дарить на день рождения. Ну, гостям. Ну, всего у нас будет три детки, к сожалению. Потому что все дети в отпусках уедут на день рождения. Вроде хорошо, что летом, а с другой стороны все здесь по отпускам. И позвать вообще некого. Вернее, мы звали-звали, а все в отпусках. В общем, вот так вот. Мишка хочет спать. Пыталась положить. Но как он вышел на улицу, он все, уже не спит. Я достала нашу прогулочную летнюю. Вернее, как дорожную, да, отпускную коляску. Потому что жарко, да, Мишка? Вот он, видите, как ножку достал и сидит тут, смотрит с нам, как и не бывало. На маму не смотрит даже. Эй, посмотрите, на меня не смотрит. Эй, поехали, говорит, дальше. Идет, шатает. Типа, едь давай, да. Едь, скажи. Поехала, скажи, быстро. Да, сейчас поедем. Как я люблю эту коляску, потому что она очень легненькая, да. Такая миниатюрная, особенно по магазинам. И летом, что она не жаркая. Ту коляску я тоже очень люблю. Но вот когда жара 30 градусов, мне, конечно, вот это вот. Не знаю почему, но вот эта коляска ассоциация с летом. С жаркими странами, в общем, так. Соскучилась по ней. Когда она это долго каталась, соскучилась по той, по бугобушке. Теперь соскучилась по этой. В общем, пока будем гонять. У нас еще следующая неделя тоже 30-ка, поэтому будем ездить на этой коляске. На удивление, сам спать запросился. Ну, чуть-чуть такой, типа, ну, закричал, не плакал. Я утра положила, и все. Ну, все. И спит. Сразу за, не знаю сколько, за 5 секунд, в общем. Ну, потому что пора уже спать. Дневной сон теперь надо сберечь его как-то в торговом центре. Я хочу сделать все следующие. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, это я купила на подарок Это такие карточки считать Типа 2 плюс 8, 1 плюс 1 Ну не знаю, в общем, вот такие карточки Потом мишки пригодятся Свечки Ну 6 поставим таких И цифра 6, конечно же Так Вдеки я купила на 36 евро По-моему Так, что купила? Для торта, для украшения, для тортов Купила я без ефирки Я не буду ягодами украшать Буду только такими, знаете Ну типа мишная такая будет Детская, да Детский же торт Евен Такие маршмеллки маленькие Так, хлев Сушки домой Мишке буду давать сушки Пусть ест Это Еве тоже в подарок положу Знаете, мы никогда не кладем Сладости на подарки Только на Новый год И я думаю, надо положить Но я хочу положить Такие сладости Знаете, не киндеры всякие А такое, более-менее Более-менее такое То, что она любит В общем, вот такие Я первый раз вижу с этим Ну, кукурузные такие палочки С какао Фисташки положу Ну, это один такой домой Один так Наливает фисташки Так, этот риск соленый Я купила себе Что-то я захотела рыбы Так, яйца домой Вот такие положу бритцели Они соленые И типа шоколаде Так, что-то я захотела Купила шпроты И малинку И в магазине Экшен Что я купила Мне нужно было купить Что-то детям на подарки Да, и заодно Там Леви еще взяла Такую мелочь Знаете, так Это на подарки Тут такие Ну, жевательные Потом Это Яйца, которые там Тинозавры Глупляются А здесь, так По-моему, не конь Не конь Конь нарисован Для Евы конь Потом по такой штуке Ну, не факт, что Ева будет есть Ну, ладно Потом такие Это мишки Плавать Эту уточку Бомбочки Еве разные Для купания Это тоже на подарки Детям Я даже не знаю Что это такое Тоже детям Такие положу Такие Еще такие Вышло на 22 евро У нас вечер Опять вечер В общем, сколько у нас У восьмого Мне нужно собрать торт На день рождения Еве завтра На завтра Который на день рождения В Чехерлан Буду собирать завтра В общем Ну, сейчас сниму Как там я обычно Это все делаю Сейчас я буду делать Прослойку Крем для прослойки Что будут Ну, я просто вот Чисто сама так, да Как на глаз И я сама так придумала В общем Ну, всегда так делаю В общем, добавлю Маскарпоне Обычный творог Да, мягкий Две сливки Сахарную пудру Все это собью И потом поделю На три части И покрашу их Вот В разные цвета Чтобы было Типа там и радуги Такой немножко Прослойка была цветная Вот такой крем получился Очень вкусный Знаете, такой нежный-нежный И не сильно сладкий Всегда такой делают Всем нравится Значит, он такой даже Такой сливочный И немного мороженое напоминает Мне никто не любит Масляные кремы Я не люблю Муж не любит И Ева тоже Поэтому всегда Делаем такие Спасибо за субтитры Алексею! Все, тортик готов Но, как обычно У меня не может быть Не без всяких этих Краски Я так понимаю Что они уже Все испортились И не красили Сделала только один цвет Оранжевый Как розовый получился Ну ладно Как получилось Так получилось Что теперь Снаружи постараюсь Украсить покрасивше Вот Ева активно помогала Вкусно? Не отходило Я просила с Мишей Сети Она помогала мне торт делать Тортик получился Достаточно высокий Я коржи не пропитывала Потому что они получились Влажные Коржи получились влажные И пропитывать В принципе Их не надо было Сейчас оставляю на ночь И завтра Я уже днем буду заканчивать Сейчас сверху Подожди пожалуйста Пленочку Пленку сверху И в холодильник На ночь Вот это Уточка Типа плывет Она Миша с Ева Вместе купаются Ева хочет С Мишей купаться Да? Ну Мишка Даже веселее с Ева Он больше сидит в воде Когда мы с ним вдвоем То он такой Знаете Посидит Посидит И все А Ева Его это Ну немножечко Отвлекает Вот так вот Я сверху пленочкой Накрываю И в холодильник Пусть он там Дети мои спят Сейчас муж уже придет У меня с работы Приедет Уже ночь Не знаю сколько Время там В общем 11 наверное Так я сейчас буду Я не знаю Показывала вообще Что я купила Такую прикольную бумагу Видите Она такая Лила Ева любит Фиолетовый цвет В общем Я сейчас буду запаковывать Подарки Надо еще пакетики Там на тебе в пакетики Книжки положу И муж приедет Будем надувать Эти Шарики Потом покажу В общем Когда уже Конечный результат Покажу Всем доброе утро Я не знаю Как тут Как тут У нас все лежало В другом месте Я уже приставила Все на диван Все было Вот тут Стояло Но Михаил у нас Ой Он уже схватил Подарок Посмотрите А вот собственно Мишка Это Евина В общем Сейчас будем будить Ева Потому что Это вот так вот Невозможно Будет без конца Тут забирать Да Миша Чтобы принцессе Поспать не удастся Мишка Это не твое Это Евина Что трогаешь Мама Ей подарки Столько Много подарков Вообще Прям очень много Подарков Шарики В общем Поздувались Ночью Вообще Эти шары Эти шары Были бракованных Много Ей все равно Понравится Доброе утро Доченька Мишка Тебя поздравляет Мишка 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 А это вот такой плохой шарик был Это Мишки Мишка Что Вот эти подарки Да Молодец Твой любимый Единород Ты же у нас Единоружка На Мишки Мишка Мишка Папа Ты Единород Да Чтобы с ней Ходила Гулять Ты вообще Не проснулась Сегодня Да Угу Задание Выполнять Видишь Сколько Много Всяких И считать И рисовать Единорогов И потом Смывать Можно Да Мишки Надо Обязательно Всякие Это Единород Ммм Набор Для Творчества Идинорогов Нужно Будет Самой Сделать Всего Нажми На животик Или На нож На ручку На ручку Там что-то Надо включить Я посмотрю Он должен Разговаривать Ааа Батарейки А да Ну потом Поставим Покажем Да Вау Вау На ручку На ручку Не боятся Не видно Вроде Светились Фары А вот Светятся Ну Чуть-чуть Боятся Мишки Батарейки И машинка Мишки По утрам Вообще Мишка С шариками Воюет Лево Пытается Надуть Я себе Фотографировала Она уже Устала А ну Скоро Ну Скоро Единорожка Ты моя А Нарядная Она Надели Платье Сказала Будет В нем Целый день Ходить Выключите Телевизор Пожалуйста А вот И наша Первая Шоколадка Да Миша Вот и наша Первая Шоколадка Представляете Я конечно Сейчас заберу У нее У него Она лежала Там Он схватил Я не думаю Чего он молчит А он это Посмотрите Что он Разгрыз ее Ну И обсасывает Евину Шоколадку Которая ей Была на день Рождения Она просто Ну Жаркая И он ее Вот так Вот Все Отдай Ею Забирай Дай Фу В холодильник Иди убирай Еще бумага Все Пошли мыться Ой Сейчас я буду Готовить ганаш Для торта Для выравнивания Все время Делала один и тот же Правда У меня нет Филадемии К сожалению И купила Вот такой Сливочный сыр В общем Должно быть 250 мл Сливок 250 маскарпоне 100 грамм Сахарной пудры И 250 граммов Сливочного сыра Сначала Я взбиваю Сливки С сахарной пудрой Потом Добавляю Маскарпоне И сливочный сыр И Довзбиваю Все это Вот такой Получается Довольно-таки Плотный Крем И сейчас Я его Убираю В холодильник Ева Иди сюда Мама Что-то даст Ева Иди сюда Мороженое Так Волосики Крем Получается Как мороженое Очень вкусный Вкусный? Да Так как Миша У меня хочет Спать Я убираю В холодильник Пусть он там У меня Как раз Постоит Еще Застынет Получше Ну и У нас Сейчас Очень жарко Все равно Он сейчас Уже Нагрелся Рекомендую Убирать Крем Постоять Немножко В холодильнике Немножки Немножко Собственно, тортик я выровняла. Ну, идеально, потому что это не масляный крем и не такой, знаете, есть крем, это чиз, который только сливочный сыр и сливки. Тогда он получается более такой ровный. Но, в принципе, нормально. Крем очень-очень вкусный. Уже начинает таять. Нужно быстрее ставить в морозилку, потому что дома у нас 30 градусов жары. Даже 34 показывает. Это просто трындец. Поэтому все ставим, все тает. Очень тяжело готовить торты, когда дома очень-очень жарко. Мишка у меня вон там дрыхнет. Спасибо, Мишка, что дал мне сделать тортик. Пусть теперь остывает, а потом только декор. Ну, собственно, вот что получилось. Не знаю, как украшать было. В общем, так. Обычно я люблю ягодками, что-нибудь такое. Но шоколад вообще тут не в тему. Тут такое, знаете, все в розовых тонах. Поэтому пусть будет так. В общем, ставим в холодильник. Пусть опять дальше застывает все, пока не растаяло. А украшала вот эти вот штучки. Это вот блестки такие у меня. Потом этот. Безешки. Маршмеллоу. Маршмеллоу такое. Я вот разрезала. Можно было их разрезать все. Я потом только догадалась разрезать. Когда он же поставил. Ну, ладно, пусть будет так. В общем, такой детский тортик. Тортик, 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 тортик. И с днем рождения тебя. И с днем рождения тебя. И с днем рождения, Ева. И с днем рождения тебя. Придумала же. Придумала же, Наня? Ну, давай. Раз, два, три. Дуй. Ой, каши кто-то мало сегодня ел. Ну, да, я сегодня действительно мало каши ел. Ну, с кончера я раздула один раз. Ну, что, нравится торт? Да. Да, красиво. Что ты тут уж и ешьешь? Торт будешь? Ты будешь сейчас есть вот. На, это тебе. На днем рождения тебе вот это. И в разрезе вот такой вот. Ну, завтра он будет вкуснее, когда он настоится. Еще один денечек и будет вкуснее. Без ягод. Как ты любишь. Это тортик без ягод. Нормально, она сказала. А Мишка кушает кукурузы. Кукурузины, да? В шоколаде, которые. Как вкусно, да? Нравится. Надо покупать ему простые тогда кукурузные штучки, раз он их кушает. Карина с нами нет. Карина у нас где-то там ночевала. Где-то с друзьями. В общем, так. В общем, наша семья стала на одного меньше. Низка абсолютно тащится, тащится. Редактор субтитров А.Семкин